Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. В сегодняшнем видео расскажем о новой духовной езде, о новых магических лошадках и даже о магических питомцах и волшебном комплекте со старковинцами. И о том, что нас ждет в будущем, так что будет немножко спойлера в конце. Так что оседлайте своих коней и поехали! Субтитры делал DimaTorzok Данис Рианон. Мы можем очень долго-долго и мучительно прокачивать свою репутацию в духовной езде, выполнять задания, всякие крестики и тренировки. За что нам будут за каждое определенное достижение, количество репутации даваться разные плюшечки. От одежды до комплекта вкусняшек для лошадки и даже книги половых. Это будет очень-очень долго и мудренно, но в конце, если мы постараемся, то за 120 тысяч опыта мы получим бесплатную лошадь. Так что я желаю вам удачи всем, кто хочет достичь этого результата. Я буду вместе с вами. Алды любят, Алды помнят. К сожалению, в море убрали одного из моего самых любимых NPC, дающих задания Джоша. Джош был ковбой, который давал нам цепочку заданий, связанных с похищением его кубка, связанных с темным ведром. Но, к сожалению, теперь ни самого Джоша, ни даже дорожки с его препятствием в стиле Дэнстерона больше нету. К сожалению, это очень-очень печально, и мне очень грустно, что Джоша больше нету на этом месте, потому что именно старые NPC напоминали меня о тех временах, когда все было по-другому. Так что Алды любят, Алды помнят. Но не переживайте, мне кажется, Джош уехал ненадолго, и мы будем просто ждать его возвращения. А теперь поговорим и о новых прибывших к нам магических лошадках. Гарри Готланд привез в этот раз двух магических андалузов, если я не путаюсь. Насколько я помню, нет, это очень классные лошади, они просто прелестно выглядят, что в магическом, что и не в магическом виде. Одна напоминает мне лаву и магму, а другая, вы это хоть убейте, напоминает мне лошадку, связанных с мультиком Борбио Шестопегаса. И это просто любовь моей детской, скажем так, мечты, я ее точно куплю. Также к нам приехали два магических питомца. Это впервые на Юрвике, и вообще в первой игре к нам приехали магические питомцы. Они не меняются, они всегда будут выглядеть так, как вы их покупаете. Это магический лисенок и магический котик, они прекрасны. Также у нас появилась одна обновочка, разработчики добавили комплект на Старкоинс. За 5 тысяч, вы покупаете комплект на 5 тысяч Старкоинсов, и вам в подарок дают как раз два этих магических питомца. Акция действует ровно неделю. Со дня обновления и вместе с питомцами Гарри Горланд уедет 1 апреля, насколько я помню, эту среду. Так что торопитесь до среды, покупайте комплект, если вам это позволяет возможность, или просто покупайте питомцев в ПСК, которые хотите, и лошадок тоже. Я же точно знаю, что куплю и комплект, и лошадок. А теперь немножечко спойлеров. По поводу Джоша. Недаром он уехал с Морланда и скоро вернется. В интернете уже было найдено, и даже сами разработчики опубликовали пост о том, что скоро нас ждет обновление в стиле вестерн. Будут добавлены вестернские уздечки ручной работы, новые модельки седла в стиле вестерн. И даже очень крутые нагавки. А еще мы надеемся на то, что, по крайней мере, очень много есть файлов, и по всему интернету уже разгулялись фотографии того, что к нам приедут, точнее добавят в игрушку недоустки. Мне кажется, начнется недоустовское бешенство, но все ваши труды их искупать на каждую лошадь. И мне кажется, я буду одной из них, и это будет очень-очень круто. Так что вы можете посмотреть на эти фотографии, которые сейчас вставлены на фоне видео. Там вы как раз и видите разных типов уздечек, недоустки. Одна моделька я нашла из одного видео на ютубе, это нагавки. И они просто... это просто самые настоящие нагавки. И вообще даже сам пост, но без текста, правда, там вот такая фотография, и разработчики, в принципе, спалились. Поэтому мне кажется, что Джош не покинул наш Юрлик окончательно. Это один из двух персонажей, которые дают нам задания по вестерну. Так что в скором времени, кстати, где-то неподалеку от Фердлови или пещеры с рабочими, которые около виноградников, я уже не помню где, резко поменялась местность. Она стала слишком гладкой, слишком идеально ровной. А это значит, что там что-то появится. И в списках открытых мест появилась новая ранчо. Солнечная, по-моему, ранчо. Так что просто сидим и ждем обновлений, и надеемся на возвращение старого друга Джоша. Это было все обновление на сегодня. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии. И да, буду снова появляться чаще на канале. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.